А вот проблемы с водой испытывают жители Актау. Те, кто живет в высотных домах, покупают пятилитровые бутылки в магазинах. Тем временем сотрудники водообеспечивающего предприятия уверены, что у населения нет проблем с водой. Воду они подают в бесперебойном режиме. И даже в некоторых домах установили 52 специальных насоса. А как жить в остальных многоэтажках без насосных, выясняла Динара Нургалиева. Житель Актау Румбасар Жумабаев не верит своим глазам. Из крана течет питьевая вода. Напор появился в трубах этой многоэтажки, потому что в подвальном помещении установили циркуляционный насос. Всего на город было закуплено 52 таких установки. Была проблема с питьевой водой. Я живу на девятом этаже, напора вообще не было. Во всем Актау такая история приключается каждое лето последние четыре года. До трудностей было много, просили помощи у городских служб. Сейчас вода, видите, как бежит. А вот у жильцов этой многоэтажки такого насоса нет. На верхних этажах. Без воды сидят уже несколько месяцев. Покупаем в магазине по 500 тенге эти баклажки. В ЖЭКе говорят, наша вода идет на полив газона перед областным экиматом. В быту использовать им приходится покупную питьевую воду. Домочадцы настаивают, чтобы их жилье также оборудовали водным насосом, так как собственных средств на его приобретение у них нет. А сейчас у нас как 90-е годы, как перестроечные. Мы раньше в перестроечные годы ходили в подвалы и набирали воду. На восьмом этаже проблема с напором. Ну то есть, если нижние этажи набирают, что-то там готовят, купаются, у нас еле-еле или вообще пропадает вода. Много нас, пенсионеров, с детьми дома сидят, в декрете, многосемейные люди. И как бы таких денег нет. Жалобы были с 27-го, 28-го, 13-х микрорайонов. Это старые дома 80-х годов. Они не могут собрать средства, чтобы закупить насос. Выше 5-6 этажа вода не поднимается. А на верхних этажах именно пенсионеры, малоимущие, многодетные. Коммунальщики уверяют, вода подается без перебоев. А увеличением давления в трубах должны заниматься ОСИ или КСК. Они обязаны заниматься установкой насосных станций. В Акимате рекомендует жителям новых микрорайонов обратиться к своим застройщикам. Чтобы покрыть дефицит воды города, нами сейчас оштуряется проект строительства опрессиональной установки. Мощь 24 тысяч кубов в сутки на базе дома и Каздомпрома. Помимо этого у нас еще идет строительство и модернизация опрессиональной водой Каспии. То есть мы доведем их мощно до 40 тысяч кубов в сутки. Те, которые две проекты, которые он должен покрыть дефицит воды с учетом прилегающих населенных пунктов в городах Таву. Жителям старых микрорайонов, которые столкнулись с проблемой отсутствия напора в кранах, необходимо обратиться в городскую коммунальную компанию, отмечают специалисты. В случае появления дополнительных средств Каспий-Жилу Суар-Насера смотрит возможность установки оборудования для увеличения давления в этих домах.